Мы начнем с комментариев игрока. Сеня, пожалуйста. Всем здравствуйте. Как обычно, давно не виделись с прошлыми праздниками. Игра была хорошая, сами видели. Оренбург в отличном сейчас форуме. Мы готовились к этой игре. Они две последние игры в Юролиге выиграли у хороших соперников. Поэтому мы ждали. Я могу так сказать, что там близкое слово в голове. Excited. С восхищением, с каким-то таким восторгом. Мы так тренировались всю эту неделю. Хотелось выгрызать эти мячи в защите, в нападении. Играть красиво и хорошо в тот баскетбол, который мы тренируем. И показываем, может быть, чуть-чуть совсем с другими командами. Но сегодня, мне кажется, немножко у нас получилось. Действительно, какие-то наработки у нас прошли. Конечно, не все идеально. Но в целом игра была классная. Мне было очень легко, комфортно. И такой УГМК мне нравится. Мне кажется, что это очень хорошо. Я очень рад. Я думаю, что играли на игру. Мой игроки борются в 40 минуты. в игре. Мы бегаем много, 40 минуты, и это не легко играть против нас, когда у нас есть революция, когда мы играли хорошую защиту, и мы можем бегать. Мы рады играть, мы рады динамичный баскетбол. Мы рады играть. Мы рады играть очень динамичную, яркую игру нашим болельщикам. Мы сегодня очень много бежали, мы были сконцентрированы все 40 минут игры, и мы на самом деле подарили вот такой яркий, красивый баскетбол сегодня. Для меня это очень важно. Я очень счастлива с тем, что это в конце игры. Это сложно думать только один игроком. Для меня это очень важно, потому что мы очень родители, которые работают с нами. Это очень важно для меня быть в семье, когда мы играем, играть как команда. Счастливать баскетбол, смотреть на возможность для всех игроков, помогать всем в защите. Для меня это очень важно. Также сегодня мы показали очень хорошую защиту и много бежали, а против нас в таком состоянии очень тяжело играть. Но самым приятным моментом было сегодня то, что я не смог выделить кого-то индивидуально. И для меня эта игра показала то, что команда УГМК является одной семьей. У меня одна семья на паркете. Это игроки, это тренеры и это все те люди, которые работают в нашем баскетбольном клубе. И мы стали одной такой большой семьей. И это вливается вот в такие очень командные игры. И в конце концов я очень рада быть здесь, чтобы получить возможность для тренироваться в этом клубе и сделать часть моей жизни с этим человеком. Я очень счастлива. И также я очень доволен тем, что у меня есть возможность тренироваться здесь и проводить свою часть своей жизни здесь, в этом зале с этой командой. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Григорь. Добрый вечер, Микель. Как скоро Альба Таранс увидим на паркете? Когда мы увидим Альба на паркете? Я думаю, скоро у нее небольшая проблема с пальцем, но мы будем ждать пока она полностью не восстановится. У нас достаточно игроков, которые могут сыграть на ее позиции. Сегодня у нас есть генеральный лидерсит. И я думаю, что это очень важно для нас, чтобы у нас это было. К тому же у нас достаточно игроков, которые могут сыграть на ее позиции. Это Кайло Мандрайт, это Евгения Белякова, Петрушина. Татьяна сегодня очень хорошо проявили себя на этой позиции. И Евгения Белякова сегодня показала свои лидерские способности. И мне очень нравится иметь такого игрока в своей команде. Пожалуйста, есть еще вопросы? Добрый вечер. Недавно в интервью Майя Мур сказала, что она сейчас на распутье. Возможно, она завершит карьеру. Все-таки рассчитывали, что она присоединится к команде и уже все. Майя Мур сказала, что она не знает, что делать сейчас. И может быть, она закончится в твоей баскеталке. Вы считаете, что она пришла в первую сезону? Хотите, что она возвращается к команде? Я не знаю ничего о Майя Муре. Мы не поговорим с ней в последние 5 месяцев. Она не на нашей команде. Мы должны думать только о наших игроках. Это наш ростер, это наша команда. Мы очень рады с этим ростером. И мы не думаем о наших игроках. Я довольно давно не разговаривала с Майя Мур, потому что она больше не входит в состав нашей команды. Где-то месяцев 5-6. Но у меня есть мой состав. Я очень доволен и я должен думать об этих игроках, а не о других. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, игра протекала сначала, конечно, не очень хорошо. Поскольку у нас трудные перелеты. У нас это уже вторая игра. И мы не возвращались пока еще в Оренбург. Дальше нас ждет игра с Курском. И немножко небольшая усталость есть. Но я считаю, что это не помешало нам в четвертой четверти сыграть намного лучше, чем предыдущие три. Спасибо. Есть вопросы, Ольга? Жалко и Кур. Ольга, добрый вечер. Скажите, на ваш взгляд, у нынешнего состава «Надежды», у нынешней команды, есть потенциал для того, чтобы обыгрывать такие команды, как у КМК на выезде? Во-первых, у нас не хватает игрока, Лауры. Она уехала, и из-за этого у нас немножко ослабился состав. Но я считаю, что мы в полной мере можем составить конкуренцию такой команде, как у КМК. Да, спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов нет? Да, пусть может. И мы продолжим разговор с главным клиентом. Пожалуйста. Хорошо. Игра была для нас сложная, потому что наш баскетбольный стиль поменялся. А поменялся, потому что Лаура Никольс сегодня не с нами. Она в Спании, и она будет вернуться, может быть, на фриде, и наша стиль поменялся. Если без Никольс, без Катти Федоренко, и в Екатеринбурге, я думаю, что моя команда играет не хорошая игра, но не плохая игра. Лаура вернется в расположение команды в четверг или пятницу. Она сейчас в Испании. К тому же у нас сегодня не была в составе Екатерины Федоренко. И я считаю, что если без этих двух игроков мы провели такую игру, то ее можно назвать как минимум нехорошей, но и неплохой. Екатерины федорировали очень хорошо, особенно в втором периоде. Особенно во втором периоде команды с Екатерины Федоренко защищались очень хорошо. И они смогли изменить нашу стиль. И они смогли изменить нашу игру. У них не получали комбинации, но они наказывали нас быстрыми прорывами. В последний период, я думаю, что команда улучшилась, команда улучшилась, команда улучшилась, и мы смогли победить на последний период. Я очень счастлива с моей командой. Я очень доволен своей командой, потому что моя команда не сдалась, и она боролась до последнего, и это вылилось в то, что мы выиграли четвертую четверть. Вопросы, пожалуйста. Виктор, добрый вечер. Как вы оцените свои шансы выхода в четвертьфинала Европы? Что вы думаете о ваших возможностях выхода в четвертьфинала Европы? Вау! Да. Это очень важно, чтобы у нас были ноги на паркетах. Для нас очень важно выйти на паркет. Для нас, с Лаурой Николс, мы победили два важных игр, против Прага и Бурдж. Но мы хотим играть степо-степо, и играть в игре. Если у нас есть опция, в последних играх, чтобы победить и играть в игре, то это будет perfect. Если нет, мы не будем играть в игре. шаг за шагом, игру за игрой. Если вы в следующих играх, у нас появится шанс выйти в финал четырех, великолепно. Но если нет, тогда мы будем биться в Кубке Европы. Наш ростер не совсем подходит для игры в финале четырех. Но, поверьте мне, команда играет все это. будет биться за эту возможность. Мы будем работать, работать и работать. Работать, работать, работать. До конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова